Умная армия или как работает ядерное оружие? О самом сложном расскажут доступным языком на форуме Армия-2016. К новым знаниям приобщился Александр Акишин. Саша так рассказывает, откуда вообще берется разрушительная сила ядерного оружия? Привет! Действительно, сейчас мы продолжаем нашу прогулку по экспозициям и дошли, наверное, до самого интересного о ядерном и атомном оружии. Сейчас ведутся последние приготовления, а мы будем заходить уже. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот такой вот стенд у нас, атом на службе Родины. И обещали очень много интересного. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит на самом деле. Вот заходим в зал экспозиции и видим макеты ядерных бомб. Прежде всего, это, конечно же, макеты, иначе бы нас сюда точно не пустили. Но гораздо больше нам сможет рассказать, конечно, эксперт этой экспозиции Фаберов Эдуард. Эдуард, здравствуйте! Здравствуйте! Позвольте представить вам центральную часть нашей экспозиции, на которой размещены макеты реальных ядерных боеприпасов. Здесь представлена авиапомпа, боевая часть торпеды, кроме того, боевая часть крылатой ракеты, а также артиллерийский снаряд. На сегодняшний день эти боеприпасы сняты с вооружения, но они долгое время оставались гарантией безопасности и суверенитета нашего государства. Прошу за мной, я продемонстрирую вам один из наиболее интереснейших экспонатов нашего павильона. Прошу. Мы с вами сейчас окажемся непосредственными участниками цепной реакции деления ядра атома урана. Прошу за мной, вы станете свидетелем того, как происходит весь этот процесс. Находясь здесь, вы сможете увидеть, что же на самом деле происходит в ядре и какая филосальная энергия в нем скрыта. Прошу за мной. Это еще не все, что может представить наша экспозиция. Поскольку я вам продемонстрирую то, что является, что является очень показательным, очень интересным и точным зрением. В ядре, в ядре, взрывальная катушка Тесла. Ее работу я вам продемонстрирую, как только мы с вами окажемся в безопасной зоне. Прошу за мной. То есть, получается, нужно отойти, да, на какое-то расстояние? Да, это очень важно, потому что разряд молнии, которая генерирует катушка, достигает 8 метров. Поэтому мы сейчас с вами сможем увидеть это, находясь в безопасной зоне. Мои помощники сейчас, как вы видите, разворачивают ограничительные линии. И после этого мы начинаем демонстрацию. Прошу. Прошу обратить внимание непосредственно на Тесла. А самое главное, я хотел сказать, что всех мы ждем в нашем павильоне. Расскажите, пожалуйста, как же это работает? Мне, простому человеку, ну не понять действительно, как может физика воспроизводить музыку? Физика, на самом деле, это действительно очень интересная, познавательная, а самая главная наука, которая доступна для всех. На музыкальной катушке Тесла происходит электрический разряд, который вызывает колебания воздуха. Колебания воздуха – это и есть звуковая волна. Генерируя электрический разряд с определенной частотой, мы с вами получаем звуковую волну и, соответственно, музыку. Спасибо большое. Ну, мы, наверное, пройдемся, еще покажем дополнительные. Вот видим, какие тут все познаватели, все описано, все как делают, что вот. Выкрыли элементы. Но самое интересное сейчас, мы пойдем дальше по экспозиции и дойдем. Нам даже доверили, так сказать, нажать на важную очень кнопку. С лестницей Ахова. Сейчас при нажатии... А что будет вообще при нажатии? Вы мне сказали нажатие, я не знаю, что будет. Ну, нажимайте смелее. Здесь вы увидите сейчас дуговой разряд, а также плазма, которая генерируется между двумя электронными проводниками. Нажимайте. Все. Раз, два, три. Поехали. Такой генерируется разряд. Ну, на самом деле... Спасибо большое. Очень интересно вживую за этим за всем посмотреть. И я вот лично очень сильно жалею, что в школе на уроках физики у нас не было вот таких вот показательных каких-то приборов и всяких выступлений. Потому, думаю, если вот это будут уже дети с малых лет видеть, то мы в физике не то, что будем первые, а вообще, наверное, просто самые-самые-самые сильные. Вот такая очень интересная экспозиция получается. Казалось бы, армия в своем классическом понимании, а вот нет, вот смотрим, настолько нынче пошел в прогресс вперед. Саша, ну вот просто мысли мои прочитал. Я когда наблюдала за этим всем ярким действием, особенно когда вы были в той части экспозиции, где какие-то 3D рисунки, тоже думала о том, как же, наверное, классно было бы в школе преподавать именно таким образом физику. Все бы пошли у нас именно в науку. Спасибо тебе большое. Александр Акишин сейчас работает на форуме «Армия-2016». Субтитры создавал DimaTorzok